Весна 2016 года. Акваторию Сожского бассейна в окрестностях Гомеля методично рассекает пёстрая группа девушек на байдарках. На первый взгляд самая заурядная картина. К гребцам местные отдыхающие и рыбаки здесь давно привыкли. Но эта флотилия особенная. Чемпионки и призёршие Европы мира Олимпийских игр. Это женская сборная Беларуси по гребле на байдарках. Звёзды белорусского, да чего там, мирового спорта. Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Надежда Лепешко, Ольга Худенко, Александра Гришина, Софья Юрченко, Дарья Байчевская. В национальной команде семь спортсменок. С ними тренируются также две представительницы сборной Казахстана. Ну а рулевой всего процесса старший тренер Геннадий Галицкий. Приготовились. Две. Одна. Оп. Из всех белорусских баз для проведения домашних сборов наша команда охотно выбирает Гомель. Здесь широта и разнообразие акватории. Хочешь течения – пожалуйста. Хочешь стоячей воды – добро пожаловать на озеро или в Старицу. Всегда найдёшь укрытие от ветра. Да и в остальном для тренировочного процесса всё есть. В Гомеле нам всегда нравится тренироваться. Здесь нас встречают, принимают очень хорошо. Ну в этом году как никогда погода нас радует. Ну здесь я проучилась 10 лет, поэтому для меня это как можно сказать второй родной дом. Как говорит наш тренер, мне нравится Гомель тем, что мы здесь успеваем всё. Поэтому и на воду сходить, и пробежаться в парке, и в бассейн, и тренажёрный зал, всё рядом. Поэтому проживание с гостиницей нас тоже не обижают. Включает нам полностью весь релакс, центр. Поэтому всё здесь устраивает. Плюс большинство девчонок в команде сами из Гомельской области. Так что в редкие промежутки отдыха можно отскочить домой, повидаться с родными. А такие моменты действительно редки. Перерыв в тренировках возможен только если на календаре воскресенье. Никакие другие дни, будь они хоть официальными праздниками, выходными быть не могут. У нас самый главный старт впереди, к которому мы шли 4 года. Поэтому я думаю, каждый праздник, каждый выходной ты должен проводить целенаправленно. И думать, что впереди у тебя всё-таки Олимпийские игры, а не чемпионат страны или Кубок Беларуси. К этой Олимпиаде мы, наверное, начали готовиться сразу после Лондонской Олимпиады. Когда ещё были молоденькими, не обстрелянными девчонками. И за эти предыдущие 4 года мы очень плодотворно работали. Постепенно добавляли, я считаю, что венец этой всей подготовки – это прошлогодний чемпионат мира, где мои спортсменки завоевали 3 золотых и 1 серебряную медаль. Поэтому на эту Олимпиаду мы уже заходим с зрелыми, состоявшимися спортсменами, командой, которой по силам решат любые задачи. Миланский чемпионат мира в предолимпийском 2015 году действительно показал, что с белорусскими теперь всем придётся считаться всерьёз. Особенный фурор произвела Марина Литвинчук, которая за 4 часа трижды стала чемпионкой мира. В двойке на спринтерской 200-метровке с Маргаритой Махневой. В четвёрке на 500 метрах с ней же, а также с Надеждой Лепешко и Ольгой Худенко. И в довесок в одиночке на 5 километрах. Здесь стоит также вспомнить и два золота на первых евроиграх в Баку. Но особенно ценной стала победа на чемпионате мира в четвёрке, которая помимо золотых медалей принесла команде лицензии на Олимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейро. Мы просто целенаправленно шли, работали, чтобы завоевать её, взять. А оказалось, что были готовы настолько, что взяли и выиграли чемпионат мира. Правильная подготовка тренера, который нас подвёл к этому старту, я думаю, вылилась просто в такой результат. Что и говорит, Геннадий Галицкий собрал и сколотил из полесских девушек по-настоящему боевую четвёрку. К тому же отлично сгреблись в двойке Софья Юрченко и Александра Гришина. В их активе уже золото чемпионата Европы и ряд других высоких наград. Быстро подрастает перспективная Дарья Байчевская. Впрочем, лучшее своих подопечных может сказать столько их наставник. Дадим ему слово. Лидер, безусловно, нашей команды – это Марина Литвинчук. Трёхкратная чемпионка мира прошлого года. Я уже даже не знаю, сколько чемпионатов в Европе она выиграла, но, мне кажется, семь точно. У неё уже за плечами побед на чемпионатах Европы. Это наш стержень в команде. Действительно, я её называю «железная леди» наша. Оно так и есть. Всю работу, которую мы выполняем, она, наверное, в состоянии сделать от и до. Следующая, наверное, которая за ней идёт – это Оля Худенко. В прошлом году она здорово добавила в одиночном фоне прохождения. На первых европейских играх в Баку ей не хватило буквально малость, чтобы завоевать свою медаль. Но я думаю, что у неё всё ещё впереди. Она одна из таких спортсменок, которые наиболее молодые в команде 92-го года рождения. И поэтому, я думаю, ещё в одиночке она своё слово скажет. Надежда Лепешко в нашей команде – это как передаточное звено между загребным и двигателем, скажем так. Двигатель четвёрки – это Худенко и Литвинчук. Поэтому на Надежде лежит такая ответственная задача – передать от загребной именно это чувство ритма и прохождение дистанции двигателя Худенко и Литвинчук. Она замечательно справляется со своей работой. Ну и к тому же в одиночном фоне прохождения главное – это четвёрки, чтобы в одиночках все девушки смотрелись достойно. Маргарита Махнева – талантливая спринтерша была, но затем всё-таки более склонилась к более длинной дистанции. 500 метров сейчас загребная в нашей четвёрке девушка с очень хорошим чувством ритма. Это самая главная черта загребной. Очень тонко чувствует дистанцию, как вести на ней экипаж. И поэтому в этом плане, я считаю, мне повезло с загребной. Также очень целеустремлённая и боевая. Если уже она поставила перед собой какую-то цель, она обязательно её достигает. Байчевская, Дарья. Вчерашняя юниорка, она только с 2016 года включена в состав нацкоманды. Я думаю, у неё ещё всё впереди, такая серьёзная работа ей предстоит, чтобы подтянуться до уровня этих девчонок. Александра Гришина и Софья Юрченко. Они пока проявили себя в основном вне олимпийской программы. Чемпионки Европы на дистанции 1000 метров в байдарке двойке. В прошлом году Александра Гришина выиграла чемпионат Европы в составе байдарки четвёрки. Тоже молодая спортсменка. Я думаю, что все ещё основные соревнования старты впереди. Очень серьёзная подготовительная работа проделана в этом сезоне и ей, и Софье Юрченко. И поэтому я сейчас вправе ждать того, что на предстоящих соревнованиях в Дуйсбурге они очень серьёзно посражаются за единственную лицензию, которая будет давать право участвовать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. С 18 по 22 мая в немецком Дуйсбурге пройдут состязания этапа Кубка мира, а главное – европейские континентальные олимпийские квалификационные соревнования. На этих стартах Юрченко и Гришина будут бороться в двойке на полукилометровой дистанции. Заветные путёвки в Рио там получат только победители. Так что скрестим пальцы за наших девчат. А пока вернёмся к тем, кто уже завоевал лицензии. Хотя сами спортсменки отлично понимают – их завоевание ещё не гарантирует участие в играх. Ещё пока у нас никто не едет на Олимпиаду. У нас ещё будет свой внутренний отбор, где решится, кто именно поедет. Как бы девочек хватает, все претендуют, а как там будет – время покажет. Конечно, всем хочется на Олимпиаду попасть туда. В любом случае тяжело от того, что мы выиграли чемпионат мира именно в преддверии Олимпийских игр. Поэтому уже ответственность тяготит. Но я думаю, что тренер наш знает, как нас подвезти. Мы не стоим на месте, мы всё время ищем что-то новое. Мы совершенствуемся. И я думаю, что мы будем выступать на максимуме своих возможностей. И для этого прилагается уйма усилий. Только за утреннюю тренировку спортсменки проходят по воде 20-22 километра. Занятия у Геннадия Галицкого расписаны детально. С точностью до секунды соблюдаются режимы нагрузки и отдыха. Скрупулёзно подгоняется количество грибков за отрезок. Групповая работа на течении планомерно переходит в индивидуальную на дистанциях в стоячей воде. Всё это каждодневный, кропотливый, продуманный труд. И это только верхушка айсберга. Я работаю в бок о бок с такими метрами тренерского штаба, как Шантарович, Банько, которые уже выигрывали Олимпийские игры. Мне есть у кого учиться, у кого перенимать опыт. И поэтому по крупице от каждого очень много перевернул специальной литературы в интернете. Тренер должен работать как синтезатор мысли. Всё что-то новое, что он нашёл, пробовать. Времени у него было достаточно. Любую тренировку свою я могу смоделировать здесь, в Гомеле. Поэтому за эти 4 года, мне кажется, удалось найти тот правильный путь, который и сделал моих спортсменок такими, какие они сейчас есть. Естественно, огромное внимание уделяется индивидуальным особенностям подопечных. Каждое движение, каждый элемент в гребле должен быть отточен идеально. Одной только силы мало. Нужна ещё безупречная техника. Любая мелочь важна для высоких скоростей. А нечёткость приводит к досадным потерям. К примеру, есть у Худенко проблемка с устойчивостью на волне. И в прошлом сезоне она вылезла боком. Хоть Ольга и стала чемпионкой мира в четвёрке, да вот в одиночке сезон мог бы быть и лучше. Самая первая моя гонка в сезоне, это было пятое место на чемпионате Европы в одиночке. Затем шли у нас кубки мира. Шло смещение из-за того, что впервые проводились европейские игры. На кубке мира я уже завоевала бронзовую медаль в одиночке на 500 метрах. Затем мы планомерно готовились в Баку, где, можно сказать, чуть-чуть не хватило. То есть я показала свой максимальный результат, но мне до бронзы не хватило буквально миллиметр. Но всё же работали, работали и на чемпионате мира. Так вот получилось, что, можно сказать, акватория такая, где, если немножко проблемы с балансом, то можно не показать результат, на который ты был готов. Ну, что, собственно, у меня и получилось седьмое место. То есть не то, чтобы сказать, я им недовольна, но я думаю, могла бы быть немножко ближе, не положив весло два раза. Ну, мы сейчас над этим непосредственно работаем. Я знаю все свои ошибки. И работают, не покладая рук и ног, не бросая весел. Ежедневно стиснув зубы через боль, через слёзы. Вообще порой диву даёшься, как представительницы женского пола справляются и не пасуют перед далеко не женскими нагрузками. Полный тренировочный день наших сборниц длится 6-7 часов. Это две тренировки на воде, силовые занятия в зале, тренажёрном либо гимнастическом, да в придачу ещё и бассейн. Эти девчата могут то, что не под силу многим парням. Подтянуться 25-30 раз, например, или выжать сотню от груди. Такая вот работа. Чувствуется, что силы нас покидают, но при этом мы становимся сильнее. Так будет правильнее сказано. Тяжело, но на то мы и тренируемся, чтобы показывать результаты. Когда стоишь на пьедестале и играет твой гимн, ты его поёшь, ты понимаешь, что всё то, что происходит на воде, когда ты плачешь, ноешь, можно сказать так, то это не зря. И это приятно. Будем надеяться, в Рио-де-Жанейро белорусский гимн прозвучит в их честь. И не раз. Но не будем загадывать. Как уже было отмечено, окончательный состав женской байдарочной сборной Беларуси для участия в Олимпиаде ещё не определён. Во-первых, многое зависит от выступления Гришиной и Юрченко в Дуйсбурге. Затем предстоит чемпионат Беларуси, а после него чемпионат Европы в Москве. Так что карты ещё могут лечь по-всякому. А вот момент, который особенно приятно отметить нам, жителям Гомельщины. Подавляющее большинство участниц белорусской женской сборной погребли на байдарках 5 из 7 представительницы нашего региона. При этом бросается в глаза, что ключевую четвёрку и вовсе составляют одни полишучки уроженки Хойникского и Петриковского районов. Случайно ли? Это хорошая работа тренеров-селекционеров. Раз. Ну и второе, я всё-таки думаю, да, что этот генотип, может быть, гены наших предков, которые постоянно жили рядом с рекой, которые гребли, передаются по наследству. И я скажу, что такие спортсменки, вот действительно, которые у меня сейчас в команде, может быть, они и не часто рождаются. Ведь сколько до этого у нас существует наша белорусская гребля, вот женщины-чемпионками мира стали только в прошлом году. Так или иначе, но нам есть за что гордиться нашими землячками. И ждём, что поводов для гордости станет ещё больше. А они, грибок за грибком, к этому идут. Отчаливая здесь, в Гомеле от Пантона, уже представляют себя на олимпийском финише в Рио. Даже продумывают инвентарь. Посмотрим, попробуем ещё новую модель. Ну и, скорее всего, что буду на это гоняться. Просто акватория в Рио, конечно, немножко такая, своеобразная. Ветер там меняется шесть раз за час. Травы очень много, поэтому, конечно, новая модель лодки была, может быть, в этом плане и комфортнее, но, скажу одно, лодки сами не едут. И добавить нечего – лодки сами не едут. Так пожелаем же белорусскам всегда отличной формы и притворения задуманного в жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова